Начиная с 90-х годов в микрорайоне Вулька началась интенсивная застройка. На улицах Вульковская, Себровская, Рябиновая, Экогрибы появлялись новые здания и дома. Сегодня Вулька – большой и густонаселенный микрорайон. Однако ни для кого не секрет, что застройка принесла жителям кроме нового жилья и определенные трудности. Главная проблема – нерациональная дорожная инфраструктура. В частности, по улице Вульковской. Парковок для автомобилей не хватает, в связи с чем возросла аварийность. А местные жители каждый вечер спешат домой не только для того, чтобы скорее увидеть близких и родных, но и с целью припарковаться, и, что немаловажно, по правилам дорожного движения. В противном случае автомобиль придется находить на штрафстоянке, после того, как здесь поработает эвакуатор. У меня проблема наболела в том, что недавно приехала ГАИ, вызвала меня. И сейчас эвакуируем вашу машину, потому что она стоит не по правилам дорожного движения. Соответственно, штраф, как я езжу со второй смены, машину паркую. Еду с завода, и здесь курсирую, не один я. Три-четыре машины за мной ухвастаются в хвост, и мы крутимся, и кто смотрит, кто быстрее найдет какую-нибудь лазейку, чтобы поставить машину. В принципе, здесь невозможно парковаться, потому что дорога убрала хотя бы какие-то моменты заезда, которые раньше можно было варьировать. На дом 120 человек, фактически 20 парковочных мест, если брать скромно. Многочисленные обращения жителей, проживающих по улице Вульковской, пока не приносили результатов. Постоянные обещания, к сожалению, оставались только на словах. Тем не менее, накануне жителям удалось таки встретиться с главным архитектором города и представителями городского управления капитального строительства, чтобы уточнить, где же должна и будет находиться та самая парковка. В итоге выяснилось, что рисунок автостоянки на схеме 2013 года есть, однако пока к нему нет проекта. Выслушав жалобы жителей Вульковской, главный архитектор города над Бугом Олег Лешук пообещал рассмотреть этот вопрос в самое ближайшее время. Представители городского управления капитального строительства комментировать ситуацию отказались. Сегодня есть у жильцов, конечно, много претензий в том плане, что, конечно, нормы поменялись, поменялась ситуация, значит, машин стало больше и, естественно, стало проблем больше с автостоянками. На карте, по-моему, она есть, да. Поэтому мы сделаем предложение, чтобы ее там сделать. Диалог между двумя сторонами прошел более чем активно. Жители сразу на примерах показывали представителям проектировки и строительства недостатки в их работе. Однако вульковчанам пообещали, что их вопрос будет решаться. Какие результаты принесет беседа, покажет время. Пока жителям Вульковской придется мириться с той ситуацией, которая возникла. Однако они считают, что визит главного архитектора города и представителей городского управления капитального строительства – это их маленькая победа. После сегодняшнего я думаю, что меры будут приняты. Я не скажу, что это сопротивление. Есть у нас определенные сложности. Пришли к мнению, что к концу третьего квартала, не позднее, улица будет приведена к соответствии с проектировочными требованиями. Надеюсь, что это будет. Анастасия Назрин, Плотницкая, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.